Всем доброго дня! В гостях у аудитории канала «Открытый бизнес» Ксюша Брохес, коуч мета-когнитивного программирования. И сегодня мы будем говорить о коучинге. Как коуч и как коучинг может влиять на рост эффективности бизнеса. Ксюша, я очень рада, что ты у меня в гостях. Я тоже очень рада. Спасибо за приглашение. Всем добрый день. Кто же такой коуч и что такое коучинг? Знаешь, очень классный вопрос. Еще пару лет назад я бы, наверное, на него не ответила. Но сейчас вот могу ответить прям мощно. Коуч – это человек, который работает с мышлением, специалист. И коучинг, собственно, это такой процесс, который помогает тебе принять то, что стоит принять, и изменить то, что на самом деле действительно можно изменить в своей жизни, да, например, или как бы в себе. Обычно в коучинг приходят люди, которые имеют какую-то цель, да, зачастую это какая-то, может быть, финансовая цель, сразу такие ассоциации возникают. Коучи бывают разные, про это тоже скажу. И к коучу можно обращаться не только за финансовой целью. У меня есть два человека в работе, которые пришли с целью создания отношений, как ни странно. И вот с одной клиенткой у нас даже уже есть конкретные успехи в этом. Вот. То есть это очень приятное новое, всегда приятно наблюдать, да, когда такой результат от твоей деятельности. Скажи, пожалуйста, ты сказала, что вот когда есть какая-то цель, а если вдруг человек немного потерян и цели нет? Нормально. То есть коуч тоже может помочь в этом вопросе? Да. Можно прийти к коучу, просто ощущая, что то, что происходит в твоей жизни, это не то, что ты хочешь. Тебе просто это не нравится. Ты можешь быть даже в какой-то такой фазе, когда знаешь, депрессивные мысли тебя посещают. Вот. И ты можешь обратиться в коучинг. Просто часто такое мнение, что это скорее психотерапия. Но коучинг бывает разный. И та модель коучинга, в которой я работаю, эта модель позволяет работать и с зависимостями, даже с наркоманией, с суицидальными мыслями, с депрессивными расстройствами. То есть на первый взгляд коучинг и вот такие вот цели, да. Но мы действительно можем работать с такими целями тоже. Интересно. Но мы сегодня говорим в рамках бизнеса, да? Да. И вот если говорить о коучинге в этой сфере, сфере бизнеса, допустим, у нас есть сотрудник, который хочет построить какую-то карьеру, но, возможно, встречает какие-то препятствия на этом своем пути. Вот. Как через коучинг, через развитие, через карьерную карту, профессиональный рост сотрудника компания может получать какие-то дополнительные выгоды, бонусы? В чем здесь может быть полезен коучинг? На самом деле, какая цель у этого сотрудника, да? Получить какое-то место. Может быть, выстроить какой-то план. Если человек хочет обратиться к коучу, значит, скорее всего, у него самого не получается, да? Либо получается, но очень медленно. Вот. И в данном случае коуч будет исследовать, а в чем реальные препятствия. Это могут быть вещи, которые человек не замечает. Например, что первое приходит на ум? Возможно, есть какие-то трудности с выстраиванием эффективной коммуникации, да? Потому что умение общаться очень во многом помогает в жизни и выстраивании карьеры в том числе. Может быть, человеку не хватает каких-то навыков, и они вместе с коучем выстраивают четкую последовательность, план, да? Плюс здесь тоже будет работа с мышлением. И коуч в этом случае будет исследовать шаблоны поведения, искать какие-то деструктивные шаблоны, которые человека к желаемой цели не приводят. И он может этого в обычной жизни не замечать, потому что, это те вещи, которые люди обычно вообще не видят о себе, да? Это вот к вопросу вот этого слова, которое мне сразу бросилось в глаза в названии «программирование». Это об этом? Смотри, это страшное слово, но на самом деле мы все в определенной степени, в большой степени запрограммированы. У каждого человека есть такая вот программа, да, которую он не задумывается в обычной жизни. Как это может выглядеть? Когда мы видим, как человек живет, да, со стороны, то можно увидеть, что он в определенные вещи о себе, о мире верит. И эти убеждения будут прослеживаться в поведении, да, человека. Вот. Я бы вообще так сказала, что коучинг — это в первую очередь распрограммирование. То есть распрограммировать те убеждения человека, которые ему не служат и не помогают, и не приближают его к этой цели. Вот. И, ну, можно так сказать, переписать новую программу, выстроить, которая ему будет помогать. И давай тогда, да, проговорим, что означает мета когнитивный. Когниция — это процесс познания и одновременно мысли. Мета — это означает, это как приставка, это значит «надо». То есть мы исследуем и помогаем увидеть человеку, как он мыслит, что у него вообще за конструкция мышления. Это и означает, да, вот эта фраза мета когнитивное программирование. А теперь у меня вопрос со звездочкой. В чем оценить эффективность коучинга? В чем это может быть выражено? Как можно пощупать этот результат, этого процесса? Ага. И в бизнесе это очень важно, потому что деньги — это время, эффективность и так далее. Да, да. Это та причина, вот ты сама уже частично дала вопрос, да, почему люди обращаются обычно не к психологам, а к коучам, потому что у них в голове какой-то результат, к которому они хотят прийти, какая-то конкретность, да, какой-то запрос, цель. И, соответственно, первое, что приходит на ум, ну, пришли они к этой цели, к этой цели, да, в работе с коучем, или нет. Плюс мы учим человека навыкам самокоучинга, чтобы, если случаются какие-то ситуации, он мог сам знать, прекрасно управлять, что ему делать в моменте, да. Например, ситуация, когда человека накрывают эмоции, и есть какие-то триггерные обстоятельства, которые его как-то эмоционально цепляют. И раньше он действовал в этой ситуации определенным образом, но вот это не очень ему помогало. И, собственно, как измерить эффективность, увидеть, что происходит с человеком сейчас, после там какого-то времени, какого-то времени работы, да. Удается ему с этим справляться, видит ли он собственное поведение, может как-то его уже сам исправлять. Когда мы работаем с человеком в рамках коучинга, через какое-то количество сессий, то, как человек говорит, как формулирует собственные мысли, это будет меняться. И он сам будет видеть, что у него появляется ясность формулировка. Коуч это видит, человек это видит, и тоже, ну, как бы этот результат, ты его чувствуешь. И еще один вопрос. Сейчас многие предприниматели, вот существует такой тренд, такая тенденция, мода, проходят образование в сфере коучинга. Ты в моих глазах тоже предприниматель, потому что помимо того, что ты ведешь классы, у тебя еще очень много своих авторских проектов, различных марафонов, онлайн, офлайн какие-то проекты, где женщины проходят определенную трансформацию, приходят к какому-то результату. Вот на себе, как на предпринимателе, эффект от своих знаний в коучинге, ты как-то ощущаешь, насколько эти знания, эти навыки, эти какие-то установки помогают предпринимателю в бизнесе, в продвижении его продукта, в развитии его дела? Спасибо большое, что так меня классно, высоко оцениваешь. Да, это очень помогает. В первую очередь я пошла в это обучение за собственной трансформацией, потому что я увидела в своей деятельности, где у меня определенный потолок, когда я хочу чего-то большего, когда у меня есть определенные амбиции, и при этом я вижу примерно, что мне мешает, но обычно, как нормальный человек, я какие-то вещи избегаю. Мне надоело это избегать, и я хотела увидеть, что мне нужно еще в мышлении поменять. То есть это первое. Плюс мне эти знания помогают преподносить специфическое знание, которым я обладаю. Что это означает? Специфическое знание — это какая-то сфера, в которой ты дополнительно разбираешься. То есть у нас есть коучинг с его инструментами работы с мышлением. Например, ко мне в коучинг обращаются танцевальные преподаватели, и я могу им дать опыт свой. Здесь я немножко работаю как консультант, потому что если человек не знает, как выстроить эту деятельность, как еще эффективнее выстроить собственные курсы, методологию, взаимодействие с учениками, я ему могу подсветить. У меня есть опыт в этом. И иногда, если человек не понимает все равно, я могу конкретно сказать, что ему делать, потому что он же не спроста ко мне пришел. А истинное знание приобретается, когда ты проживаешь это знание. Инструментами коучинга я стараюсь привести человека к тому, чтобы он начал думать и видеть что-то новое, возможности, которые на самом деле раскиданы буквально перед нами, просто их не видим, чтобы он начал это видеть сам. Получается, что предприниматель, который, например, идет в коучинг, первое, что он получает — это собственную трансформацию, начинает оценивать свою жизнь через призм новых знаний. Это первое. Это его как бы на ракете повышает, он может собственный бизнес прокачать, он будет видеть, как это делать, позволяет расширить собственную стратегию, увидеть какие-то новые возможности и позволяет делиться своим знанием в рамках своей профессии по-разному, как-то на более крутом уровне. А если говорить о каких-то конкретных ситуациях, которые могут быть в профессиональной деятельности лидера компании, человека, который ведет за собой, который прорабатывает стратегию, допустим, это может быть выгорание, это какое-то застревание в своем профессиональном окопе, это желание сменить деятельность, но человек не понимает, то есть он видит, что так, как есть, ему не нравится, а как хочется, он пока не видит, не обладает этим видением. Вот здесь коуч может в чем-то помочь? Я сейчас буду говорить не о любом коуче, потому что существуют различные модели коучинга. Коучи отличаются. Вот дам тоже пример. Есть люди, которые именуют себя коучем, при этом они там буквально учатся на небольших курсах и их учат работать в рамках какого-то узкого инструментария. Например, использовать инструмент известный, колесо баланса. Есть разные коучи, есть ассоциации различных коучей, отличаются стандарты работы, инструменты работы, философия. За этих коучей я не отвечаю, потому что я только знаю модель, которой работаем мы. И я неспроста ее выбрала. Сейчас мы уже подойдем к ответу на твой вопрос. Да. Вот. По сути нам не важно, над какой целью мы работаем, потому что эта модель коучинга, она работает именно с мышлением конкретного человека, вот этой личности. То есть нет каких-то общих советов. Я буду исследовать поведение, как человек мыслит, как человек чувствует и как человек в соответствии с этим действует в жизни, к чему это поведение приводит, каким шаблонам поведения, каким стратегиям. И знаешь, тут я хочу тебе сразу такой спойлер интересный сказать. Мы кажемся такими особенными и уникальными, но вот удивительно, у каждого человека всего 2-3 стратегии поведения. Вот. И получается, что какая бы ни была ситуация, мы будем это исследовать. И вот, допустим, давай возьмем вот эту ситуацию с выгоранием, да. Выгорание у нас бывает физического, физическое выгорание, да. Когда человек просто очень много работает, по каким-то причинам, возможно, берет больше работы, чем он может действительно взять, чтобы быть норм. Да. Что называется. Вот он просто выгорает от этого, устаёт. Что ему нужно? Прийти к отдыху, да, там отдохнуть несколько дней, и он снова будет на коне и иметь возможность работать дальше. Но проблема в чём? Это не очень классно, если человек постоянно сталкивается с этой проблемой. Если он наступает на дни те же грабли, значит у него повторяется поведение. Да. И мы будем, наденем очки, возьмем в руки лопату и будем искать причины, первопричины, что запускает это поведение, во что человек верит, и что им двигает, да, какие потребности, и что он не видит на самом деле, да, что является спусковым крючком. Почему так происходит из раза в раз? Он попадает вот в эту петлю выгорания, да. Но это ещё ладно, физическое выгорание — это обычная вещь, нормальная, более неприятная ситуация, когда выгорание у нас эмоциональное, когда человек тошнит от своей работы. И это такая, мне кажется, вещь, с которой многие сталкиваются, люди, которые любят продуктивность. Я сталкивалась с выгоранием. Ты делаешь какой-то проект. Весной я запускала курс, и выгорание, оно чувствуется ужасно. Это какие-то истерики, ты начинаешь плакать, ты начинаешь обесценивать то, что ты делаешь, перестаешь видеть смысл в своей работе, перестаешь чувствовать удовольствие. Уже не думай, что ты сам это выбрал. Уже кажется, что ты просто вот комок эмоций, да, и непонятно, как ты в этом оказался. Проблема в том, что когда ты испытываешь выгорание, ты уже на пике своем, своей эмоциональности такой негативной, и ты не можешь это остановить в моменте. Вот. Здесь нужно очень четко исследовать мышление такого человека и прям вот эти ситуации разбирать, разбирать досконально, уходя вглубь. Сейчас скажу такую немного колкую мысль. В общем-то, коучей сейчас очень много. Они все разные, и к такому понятию, к такой профессии, как коуч, порой складывается немножечко такое недоверительное отношение. Говорю за себя. Я думаю, что часть аудитории это подтвердит. Хотя не могу сказать, что когда-то я в своей жизни сталкивалась с непрофессионализмом, но все-таки очень важно и ценно будет услышать твои советы, как выбрать своего коуча, правильного в кавычках коуча, который даст нужный тебе эффект и от общения с которым ты получишь какой-то весомый результат. Это классный вопрос, и мне очень нравится, обожаю провокации. Ты знаешь, сейчас у меня одно из самых любимых развлечений – это просто всем рассказывать, что я коуч. Потому что, ну, раньше с прежнего развлечения было рассказывать, что я танцевальный преподаватель. Например, ушла из офиса в танцы. Потому что некоторые люди уже на это покрутятся до виска. Ну, то есть будем называть вещи своими именами. Ты думаешь, как… Ну, то есть непонятно, да, почему человек это выбрал. Но с коучингом все немножко хуже обстоит. Потому что действительно есть очень много мифов. И есть, наверное, действительно большое количество не очень добросовестных специалистов в этой сфере. Квалифицированных не очень. Да. Есть такое слово инфо-цыганство. Наверное, ты тоже с этим сталкивалась. Сейчас очень много людей, которые говорят, что у них какие-то суперкрутые специалисты. Причем непонятно, как именно они работают, что конкретно они делают. Они просят бешеные деньги за свои услуги. И могут даже делать вид, что все результаты у них крутые. Но есть куча плохих результатов, которые просто не афишируются. Вот. И с коучингом, наверное, вот как раз так и обстоит. Да. Плюс есть какие-то статьи в интернете, где, опять-таки, тоже непонятно, что делают конкретно коучи, как вот они приводят человек к результату. Да. Вот. Поэтому, наверное, очень важно как раз делать такие интервью, как то, что ты делаешь сейчас, да, то, что мы сейчас общаемся. Потому что это позволяет убрать вот эти мифы и приоткрыть завесу, чтобы люди не просто вот от этого неведения испытали такое, что, типа, нет, коучи какие-то шарлатаны, я не буду обращаться. Программирование звучит страшно. Вот я приду к такому человеку, он меня загипнотизирует, что-то скажет, перепрошивает мне. Да, да, да. Дам деньги. Установки в голове. Да, да. То есть это звучит, ну, наверное, нормально не доверять. Но все-таки вот какие-то качества или смотреть на опыт этого коуча, на какие-то реализованные проекты, либо собирать о нем отзывы какие-то, как вот мне, я хотела бы в своем бизнесе использовать, да, возможности коучинга для того, чтобы продвинуться там, где самой у меня это не получается. Как мне найти именно того человека, который будет понимать, о чем я, и подведет меня к этому результату за меньшее количество времени, с меньшим количеством ресурсов, чем если бы я это делала сама, а может быть, никогда бы сама до этого и не дошла. Нужно смотреть на то, откликается тебе человек, ну, назовем так, энергетически, да, нравится ли он тебе, вдохновляет ли он тебя, потому что по идее мы должны какого-то такого авторитета для себя найти, кого мы признаем как авторитета, да, и увидеть, что человек достиг чего-то, да, что ты принимаешь, ты видишь, что это реальное достижение. И, например, тебе хочется того же. Плюс очень важно, чтобы тебе было комфортно, потому что тебе придется раскрываться перед этим человеком, да, придется, ну, это очень важно, раскрываться перед тем, кому ты можешь довериться. Вот, то есть здесь мы, ну, чувствуем какую-то свою такую интуицию, да, нравится тебе этот человек или нет, комфортно ли тебе с ним или нет. Вызывает ли он доверие? Да, это очень важно, потому что если не вызывает, и какое-то количество сессий у вас проходит, и чувствуешь, что есть какие-то препятствия, ну, ты можешь, на самом деле, это проговорить, и ты можешь понять, а в чем причина вот этого недоверия. Но, конечно же, работа идет в разы быстрее, когда ты можешь успокоиться, выдохнуть, да, и быть такой, как это есть с этим человеком. Это очень важно. Вот, чтобы на этих сессиях снимались маски. Ксюша, большое тебе спасибо за уделенное время. Я надеюсь, что наша аудитория, и я в том числе, знаем о коучинге теперь немного больше. Спасибо, что пригласила, и я провела время классно. Всем продуктивного дня! Субтитры создавал DimaTorzok